Здравствуйте! Это программа «Вопрос по существу». В этой студии мы пытаемся говорить о тех вещах, которые не относятся к числу очевидных и понятных всем. Что есть справедливость, к чему стремится человек, что дает ему ощущение душевного покоя и осмысленности. Что надо изменить в жизни, а может и в нас самих. Меня зовут Сергей Баженов и я вновь приглашаю всех вас к непростому разговору. Сергей Баженов. Родился в селе Беренихина Прохоровского района в семье учителей. Базовая специальность – инженер-электромеханик. Экс-мэр областного центра. Заместитель губернатора Белгородской области. Кандидат социологических наук. Действительный член Академии наук социальных технологий местного самоуправления. Один из участников разработки концепции регионального солидарного общества. Инициатор городской социальной акции «Мы белгородцы», призванный общенародно сформулировать ценностные принципы жителя областного центра. Руководит департаментом образования Белгородской области. Уверен, что сферу образовательную необходимо трансформировать в воспитательную, исключив зубрежку и перегрузки учеников. Награжден медалью за заслуги перед землей Белгородской первой и второй степени. Нас много лет учили, что главную роль в развитии общества играет экономика. А все остальное – лишь настройка, призванная обслуживать экономическую деятельность. Теперь мы все чаще слышим, что культура формирует общество и человека. А значит, служит фактором социальных изменений. Не ушли ли мы в другую крайность, преувеличив роль и возможности этой отрасли? Что есть культура и как ее мудро распорядиться, не переоценив ее значение и не потеряв ее ресурсности? Об этом мы сегодня будем говорить с народным артистом России Виталием Стариковым. Здравствуйте, Виталий Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Андреевич. Виталий Стариков. Актер Белгородского академического драматического театра имени Щепкина. Народный артист Российской Федерации. Профессор Белгородского государственного института искусств и культуры. Член Союза журналистов России. Ведущий авторской программы «Путь истинная жизнь» на канале «Мир Белогория». А также проекта «Правильные мысли» и «Святыни Белгородчины». Доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента в 2004 и 2012 годах. Делегат Поместного собора 2009 года, на котором был избран новый предстоятель Русской Православной Церкви. Член Общественной палаты Белгородской области. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Белгородской области. Прежде чем начать разговор, я хочу напомнить, что отправной точкой для него стала идея солидарного общества. Впервые прозвучав в 2009 году, она до сих пор служит предметом общественного обсуждения. А значит, в ней есть что-то такое, что созвучно нашей душе, несмотря на то, что скептиков в отношении нее не убавляется. Термин «солидарное общество» был предложен в 2009 году губернатором Евгением Савченко в качестве попытки сформулировать некую духовную основу, которая связала бы воедино и придала смысл всем усилиям власти и общества в сфере экономической и политической и социальной. Уже тогда социологические исследования явно демонстрировали, что рост материального достатка не связан напрямую с духовным личностным ростом. Становясь зажиточнее, мы не становимся милосерднее. Идея солидарного общества стала ответом, поиском неких моральных скреп для общества. На помощь пришли социологи, которые описали и структурировали предложенную сверху идею. Итак, солидарное общество — это взаимопонимание и сотрудничество вместо враждебности и агрессии, открытый и честный диалог между властью и гражданами, социальная справедливость как высший принцип взаимоотношений, поощрение всех форм милосердия и благотворительности, создание условий для объединения людей на основе общности интересов и доверия, их гражданского участия в разработке, принятии и контроле выполнения управленческих решений, ответственность власти за безопасность и последствия своих действий. Однако, как говорил классик, чтобы стать материальной силой, идея должна овладеть массами. Как донести идею солидарного общества до массового сознания? И может ли культура быть таким механизмом? Виталий Алексеевич, можем ли мы сегодня поговорить о том, что собой представляет культура в этой большой работе? Какую роль она может взять на себя и может ли взять на себя? Культура формирует или отражает действительность? Можем ли мы или не можем рассматривать сегодня культуру как средство воспитания человека? Вы знаете, я рассматриваю свою деятельность в области культуры и искусства именно как средство воспитания. Я не знаю, правильно это или неправильно, но мне кажется, что именно культура формирует общество. Ведь все великие говорят, если у народа нет истории, то значит этот народ обречен на гибель. А культура, она как раз и сохраняет историю. Она сохраняет то, что это общество данное вырабатывало в течение многих-многих веков. У Вернадского, недавно юбилей, которого мы отмечали, есть понятие ноосферы. И он говорил о том, что ноосфера – это как раз гармония между космосом, человеком и природой. Пока мы можем сказать, что это мечта. А что мешает сегодня людям жить в гармонии? А что мешает? Пороки человеческие. Наши страсти мешают. Наше желание жить комфортно. Когда мы ставим этот комфорт во главу угла, забывая обо всем остальном. Сам по себе комфорт – это неплохо. Каждый хочет жить лучше, каждый хочет жить богаче, каждый хочет больше денег заработать. Это нормально. Но это не должно быть самоцелью. Все равно человек – это существо духовное, никуда от этого не денешься. Только вот на этой основе можно достичь гармонию. Мы хотим, чтобы человек был гармоничен с природой, с обществом. А вот с самим собой сегодня человек гармоничен в условиях нашей действительности. Он сегодня может отказаться от тех ценностей, которые мы ему привили в переходный период сегодняшнего нашего общества, в общество потребления, в котором, как говорят, мы сегодня живем. Он согласен изменить гармоничность своих отношений с этим обществом? Он должен меняться. Этот путь в никуда. Ну невозможно. Ну можно все время наживаться, все время себе брать, 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 удовлетворять свои страсти, желание прекрасно жить, весело и так далее, и так далее, и так далее. Больше и больше накапливать. Ну а что дальше? Мне хочется прочитать одну цитату из вступительного слова нашего губернатора, Евгения Степановича Савченко, к концепции стратегии формирования регионального солидарного общества. Особое звучание проблемы человеческих отношений приобретает на фоне продолжающегося кризиса, начальная причина которого, как утверждают серьезные ученые, находится не в сфере финансовых и экономических отношений, а значительно глубже и связана с духовно-нравственной деградацией общества. Мне кажется, очень правильные слова. И культура призвана эту деградацию остановить? Как вы считаете? Конечно. Конечно. Когда человек приходит в театр, или когда он берет книгу, или когда он слушает великолепную музыку, он внутренне меняется. Я не знаю, на чем основан этот механизм, но это уже доказано поколениями, что человек становится другим. Если говорить о театре, театр искусства более-менее понятное зрителям, во всяком случае, чтобы воспринимать классическую музыку, нужна подготовка. К этому надо себя приучить. К театру тоже себя надо приучить, но театр более демократичен, как искусство. О чем говорит театр? О любви. О каких-то человеческих качествах, которые всегда считались высокими качествами. Но ведь сегодня в массы именно культура несет не те ценности. Разве мы мало можем привести примеров, что сегодня несется в массы с эстрадой, что несется в массы с подмостком некоторых театров, какие идут и ценности пропагандируются в фильмах? Я с вами согласен, какие пути выхода из этого, не знаю. Но у нас, например, вот в Белгородской области, наш театр, возьмем, да? Театр имени Щепкина. Театр всегда оставался на своих позициях. И даже в 90-е годы, когда во многих регионах театры превращались в какие-то клубы, наш театр никогда не брал пьесы, которые разрушают личность человека. Важную тему мы затронули о нашем регионе. И действительно, сегодня признают на федеральном уровне, и это неоднократно звучало с трибун, в том числе и федерального собрания. Вот недавно Валентина Ивановна Матвиенко, когда были дни нашей области в Совете Федерации, она тоже об этом говорила. И говорила о том, что в Белгородской области, ну, понятно, усилиями губернатора Евгения Степановича и Савченко, правительства, наибольший вклад, материальный вклад, вносится в бюджете области в развитие культуры. У нас строится много библиотек, у нас строится много культурных, спортивных комплексов. У нас сегодня много уделяется внимания развитию всех видов детского творчества. Но вот мне вспоминаются слова Фазилия Искандера, культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. А как перевести вот это количество в качество? В нашей области, например, в наше учреждение искусства это и делают. Я когда пришел в театр, это 70-е годы были, 75-й год, и бывали случаи, когда в театре было, ну, 50 человек зрителей. Сейчас-то это немыслимо просто, сейчас билеты невозможно достать. Абсолютно согласен. Виталий Алексеевич, вот вы журналист, вы артист, но вы и педагог. Всегда воспитывала книга. Сегодня, как вы считаете, интерес к книге все-таки по-прежнему высок? И что нужно сделать, чтобы его возродить, если это не так? Нет, конечно, не высок, к сожалению. К сожалению, читать стали намного меньше. А может быть потому, что нет хороших сегодня современных книг? Я разговаривал с одним человеком молодым на эту тему. Он говорит, ну, вы понимаете, вот сегодня нет тех произведений. Читать Анну Карельну, я ее не понимаю, почему она не могла развестись? Вот он мне задает вопрос. Нужны новые книги? Классика? Ну, и новые нужны книги. А есть ли они? Есть, конечно. Какие бы вы сейчас порекомендовали бы молодежи почитать? Ну, первое, что на ум пришло, Захар Прилепин, недавно приезжал в наш театр. Я знаком с Захаром. Великолепный писатель. Обитель его пусть прочитает молодежь. Вот вы сказали об Анне Карениной. Человек, молодой человек, не понимает, что он читает. Ухватывает только внешнюю сюжетную линию. И она ему непонятно, почему человек себя ведет. Но она же ему непонятно. Но это потому, что базы нет у него. У нас на художественном слове студенты берут отрывки. Из классики берут. Из Толстого того же, Достоевского. Берут отрывки и читают. И прежде чем вот это рассказать, мы работаем. Мы по полгода работаем над одним отрывком. Почему? Потому что выясняем все. Почему так? Почему так герой сделал? Почему так он сказал? Откуда все это идет? И мы разбираем. И студенты открывают глаза на те произведения, которые они, казалось бы, выучили в школе. И они начинают понимать. Они осознают, что оказывается, они вообще ничего не понимали, что они читали. Что там совершенно о другом написано. Я вам скажу, Виталий Алексеевич, я, перечитывая книги после школы, тоже приходил к этому понимать. Ну так вот, я не знаю, как воспитать эту потребность перечитывать и читать. Вот недавно был в Белгороде концерт группы «Ленинград», славящийся своим хамским поведением, отношением к русскому языку, матом на сцене. И зал-то был полный. Театр, музыка, изобразительное искусство. Я считаю, искусство элитарное. Мы уже говорили о том, что, чтобы воспринимать эти произведения, нужна все-таки подготовка. А вы совершенно правы. У основной массы людей, вероятно, вот этой внутренней, нравственной, духовной, эстетической подготовки, наверное, нет. Так может запрещать? Может, цензура? Нет. Я думаю, что и запрещать нельзя. Нет, потихонечку, потихонечку люди должны сами приходить. Другого пути нет. Как помочь всем прийти к вот такому пониманию, о котором мы говорим, я не знаю. Мы беседовали на эту тему с отцом Николаем, протеереем Свято-Никольского храма в Ракитном. Вы хорошо с ним знакомы, я знаю. И он говорил через Бога. Вы тоже повернуты к Богу. И вас все знают как человека, который привозит в нашу область благодатный огонь. Как будут обстоять дела в этом году? Как вы готовитесь к этому событию? Будет ли вы в нем участвовать? Я в течение 10 лет бывал в Великую Субботу в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. В прошлом году я уже в Иерусалим не летал, не был включен в делегацию. И в этом году в Иерусалим я не полечу, к сожалению, к моему глубокому сожалению. Но мы создали традицию. Я имею в виду мы, наша митрополия во главе с владыкой Иоанном. Была создана традиция встречи благодатного огня. А, кстати, традиция-то древняя. Более 900 лет назад игумен Даниил ходил в святую землю и привозил в Россию, на Русь, на нашу землю, благодатный огонь. Как уж он вез? Мы-то на самолете. А как он его сохранял? Это удивительно. И у нас на Белгородчине тоже восстановилась традиция встречи благодатного огня. Огромное количество народу встречает уже на границе Курской и Белгородской области в 10 часов утра. Потом Прохоровка, Строитель. И у Ротонды митрополит встречает и священнослужители Белгорода. И поэтому традицию мы менять не будем. Люди уже привыкли. Люди с радостью идут, чтобы встретить частицу благодатного огня. Поэтому я поеду в Москву, я буду во Внуково ждать самолет с делегацией фонда Андрея Первозванного. Мы возьмем огонь. И как всегда, как все эти годы, это уже будет 12-й раз, мы привезем благодатный огонь на землю святого Белогория. Вы очень четко подметили, что люди ждут этого события, и они им объединяются. Вы, когда при этом действии находитесь, вы чувствуете их солидарность? Конечно, конечно. Я вам больше скажу. Я сегодня пересмотрел передачу о Пасхе прошлого года. И вот эта мысль, о которой вы сейчас сказали, у меня сразу сверкнула. Вот оно, солидарное общество. Вот как люди объединены. Вот хотя бы на один день. На светлое Христово воскресенье. Но люди объединились в одном порыве, в одном желании друг другу радость принести. В одном желании пожелать друг другу счастья, мира, покоя, свободы. И вот самого радостного, радостного настроения. Как распространить это на повседневную жизнь? Не знаю. Вот это день идеал, действительно. Вы знаете, в 2015 году наша земля получила высокое звание область добра. Творить добро должно призывать искусство. И я знаю, что лично вы много делаете для этого. А скажите, приходилось ли вам играть плохие роли, отрицательные персонажи? И как вы к этому относитесь, когда внутреннее противоречие возникает? Приходилось, можно играть все, что угодно. Но у актеров есть такое понятие сверхзадачи. Для чего я выхожу на сцену и для чего я это делаю? Так вот, если я играю отрицательный персонаж, то моей сверхзадачей всегда было показать, что он отрицательный. Это то, что надо отвергать и изгонять из своей собственной жизни зрителю. Вот сверхзадача. Можно играть все, что угодно. Может быть, мы сверхзадачу эту и возьмем сегодня для такого очень мощного вектора направления работы работников культуры. Отвергать то, что вредно, что нехорошо, что не является добром. Я думаю, что мы не смогли сегодня ответить на все вопросы. Да мы не брали на себя такую миссию. Но я думаю, что этот разговор надо продолжать. Продолжать в том числе с работниками культуры. От них многое зависит в формировании нашего будущего. Я благодарю вас, Виталий Алексеевич, за откровенный и, на мой взгляд, очень хороший профессиональный разговор. Я надеюсь, что он будет всем нам полезен. До новых встреч. Спасибо.